МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шухрат Абдумаликов, узбекский художник-сценограф. Родился в 1970 году в Самарканде. Окончил Республиканское художественное училище, Театрально-художественный институт имени Островского. Заслуженный деятель искусства Узбекистана, профессор Института художества и дизайна. Член Союза художников и Союза театральных деятелей Узбекистана. Художник оформил свыше 80 постановок в театрах Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Шухрат Абдумаликов – участник международных выставок, пленеров и фестивалей, в том числе международного художественного проекта «Могилев глазами гостей». Это профессия, которая постепенно переходит на призвание. Потому что любая деятельность, любое направление каждой личности – оно всегда связано с профессией. Конечно, многие пытаются красиво приписать, очень литературным образом, что это большая жизнь, необычная жизнь, судьба, которая предопределена Всевышними, Богом и чистыми силами. В этом плане я, как художник, который тоже имею иллюзии, фантазии, сказал бы, что художник – это простые, обычные люди. Потому что мы тоже, как и другие представители профессии, тоже мечтаем, тоже переживаем. И, конечно, сталкиваемся с многими препятствиями этой судьбы. А что может просто различать? Я думаю, это, конечно, образ жизни. Творчество – это, скорее всего, в отличие с другими процессами, у художника это то же самое, что как женщина, которая несет в себе ребенка, и этот ребенок, в конце концов, он рождается. Мы знаем, как женщина, например, чувствует свое ребенка, и даже внутренне она общается. И вот творческий процесс как раз-таки он немножко аналогичен этим процессам. Мы все художники обязаны не врать, а говорить правду. Знаете, мыслим, представляем все естественно. Мы воспринимаем жизнь, как оно есть. Мы ощущаем этот мир, эту жизнь. Единственное, мы просто анализируем или преобразовываем в себе, в своем воображении этот мир. Это именно все, что происходит в процессе создания картин. Вот тогда каждый зритель понимает, что этот художник создает свой мир. Но немногие этим способны, и, знаете, немногие обладают этой силой. Когда мне говорят, что такое философия, это, знаете, беспрерывный процесс работы над самим собой. Я до сих пор считаю, что это создали не люди, а этот некий процесс, некая такая вот сфера прилетела или была подарена нам из космоса или из каких-то других духовных сил. И мы обязаны этим пользоваться. Мы обязаны философствовать, мы обязаны мыслить. Раз мы пытаемся выразить что-то такое необычное, авторское в своих картинах, мы хотим, чтобы это воспринимали зрители. А без философии никак. Красота – это не просто выражение и афоризм Достоевского, что красота спасет мир. Но на самом деле, то, что спасает, это правда. Красота, мне кажется, это некая иллюзия, за которую мы должны все время гоняться, которую мы все время должны пытаться раскрыть в себе и в обществе. Красота – это верхняя степень философии, которую мы обязаны изучать. Иначе все пропадет. Я все время пытаюсь изучать цвета. И я убедился буквально лет 10 назад, что у меня не должно быть любимых цветов. Даже если вдруг я часто использую белый или теплый, ну, например, желтый, красный, это не значит, что человек просто увлекается этим цветом. Через какой-либо, в общем, период осмысленно я могу поменять, я должен менять. Скорее всего, она сама непринужденным образом высасывает, то есть забирает энергию, хотим-не хотим. Мы сами виноваты. Если мы просто поставили холст и подошли к Мольберту, значит, мы становимся рабами, рабами и жертвой созданием чего-либо великой. Может, если это даже не при жизни, но после жизни это может быть, на самом деле, оставить большой след художники. Если зритель подошел, или представители, в общем, публики подошли и пришли посмотреть на эту картину, чтобы что-либо понять и осознать, если что-то они, например, не могут домыслить или осознать, или прочувствовать, то кто это может сделать, как не художник? Конечно, мы должны направить, потому что объясняя, раскрывая наши цвета, наши формы, наш творческий подход к картине, мы открываем свой мир и зрителю. А контакт это должен быть. Зритель, который приходит, он всегда склонен подчиняться своим предупреждениям, как мне эта картина нравится или не нравится. Знаете, я лишил полностью часть своей философии таких понятий и определил, что картина не должна нравиться или не нравиться. Картина должна звучать, картина должна влиять, картина может даже провоцировать какие-то положительные или отрицательные эмоции. Такое удовлетворение, когда зритель, даже если он ругается, но он не равнодушен. Если эта картина его привязала, значит, что-то здесь не так. А это очень важно. После этих контактов, конечно, зритель начинает осознавать многое. А это как раз путь к новому искусству. Я считаю себя художником-концептуалистом, когда в картине есть концепция, есть идея, есть какой-либо сюжет или не просто форма, которая называется абстракционизмом, не для того, чтобы описывать красоту, а, скорее всего, чтобы заставить зрителя говорить самого. В начале, когда сценография и живопись, они всегда меня как-то разделяли. То есть живопись, она казалась, как вовлечение. Сценография – это профессиональный подход к созданию и организации пространства, само собой совместно с режиссером, с актером и с драматургом, там, композитор, балидмейстер, с кем бы, где бы я ни работал. И, в конце концов, мне удалось это все объединить. Я люблю сцену. Я люблю пространство, потому что благодаря сцене я как художник раскрываю для себя очень интересные жанры, новаторские, новаторские, можно сказать, направления, экспериментальные какие-то проявления. И работа с режиссером и, в общем, с композитором, с драматургом – это, конечно, большой проект и долгий проект. Это то же самое, как картина, только, знаете, то, что совершается не без режиссера, не без актеров. Художник современной сцены, художник современной театра – это не есть оформитель или декоратор, который просто ставит, оформляет сцену, украшает сцену, а, скорее всего, это такой реформатор совместный с режиссером, который создаёт новую идеологическую форму, идеологическую точку на сцене. Картина – это отражение реальности, которой живёт сам художник, преобразовывает его, и это реальность, от которой он никогда не откажется. И если кто-либо придёт и скажет, это не реальность, это не мир, и мир не должен быть таким, это не сегодняшняя, это не завтрашняя реальность, то это реальность художника, которая либо после смерти, либо через 20-30 лет, а может, через 100 лет, она реализуется. Она реализуется в воображениях, в фантазиях зрителей, публики, то есть массой. То, что человек ходит и думает, задумывает именно о создании чего-либо, это есть современное искусство. Я современное искусство, конечно, это абсолютно личное моё мнение, привязываю к искусству идей, концепции, то есть как концептуальное искусство, актуальное искусство, где это искусство объединяет, знаете, даже маленькой точке, маленькой форме, не абстрактной форме, а являющееся символом отражения чего-либо волнующего, волнующего, например, не только художника, а окружения. Но эта форма, она должна нести ответственность, она несёт ответственность за художника. То есть современное искусство, это не то, что вот я создал, посмотрите и думайте, как хотите, нет, я ответственен, я отвечаю за эту картину, и если вдруг будет осуждать эту картину, знаете что, я готов на всякую ложь, чтобы защитить свою правду, я готов сказать, что эта картина не об этом, но лишь бы, чтобы не погубили, но наступит время, и современное искусство становится классическим, почему, потому что она находит своё место в сознаниях людей. Картина «Парящий» мне захотелось написать тогда, когда я поднялся, мы поднялись с коллегами на крышу ратуши, и я часто бывал во многих строениях, но тут, тут, знаете, то, что отсутствие каких-либо случайных зданий, случайных пристроений, человек, и вот это пространство, которое пахло холстом, пахло льном, и чуть ли не хотел заставить меня в общем парить, мне кажется, вот и картина, как раз посвятил Могилёва, парящий. Хочется всё время парить на воздухе, над Могилёвым, и просто сказать город красивый, хороший, это будет, конечно, не, как сказать, художественно, но я скажу, вот что для меня ценное, вот корни, история, историография, этнические отношения и сохранение всего ценного, это и самое главное. И я полюбил этот город, потому что не все города, не все страны, они именно обладают таким возможностям. Я даже не успеваю за своей мечтой, да, потому что мечта, она на самом деле меня сопровождает, ведь многие, всегда хочется, чтобы вот ты сел и помечтал. Нет, в это время, как раз мечта, она уже покидает, потому что мечта, она находится там, мечта находится там, где я должен быть. Мечта в это время, она уже, находит в себе то место, куда я должен приплыть или прилететь, или прийти. Ну, в крайнем случае, может быть, даже, как сказать, оказаться, в общем, так вот, не физическим, в общем, образом. Я думаю, это, сказать, все путешествия, потому что путешествие, оно объединяет все. Участие на выставках, участие в каких-либо проектов международных с целью, с целью, чтобы познать еще это новое пространство, еще одну страну, еще одну культуру и величие, величие той нации, где я еще не был. Я никогда не обещаю, никому не даю обещания, я, скорее всего, склонен выполнять и делать. Говорить не то, что хочется или нужно, говорить, скорее всего, отображать истину, истину, и искренние свои чувства именно в разных формах, например, словах. Творчество – это одна жизнь, это одна возможность, это один образ, это одна профессия, это одна мечта, и создать хотя бы одну картину, которая оставит у художники неповторимый, несходный, непохожий и важный след, опечаток, или, можно сказать, скорее всего, такой дух.